Дуже дякую Вам в средних аудиториях за то, чтобы поветало в нашу мисту. Допад к российскому экономике. Причём рассказать о релопалатином миоконусе при поражении нижних лифов и возможности их патогонетической коррекции. Данная ситуация поставила у нас вначале чуть-чуть сложную ситуацию, потому что то, о чём я сейчас докладываю, я в своей практике никогда не видел, несмотря на то, что проработал 25 лет, но этим не помогал Александр Николаевич Стоянов в постановке правильного диагноза, поэтому у нас доклад наш общий. Что такое миоклония? Миоклония, как Вы знаете, это симптом, но не диагноз. Миоклонус – это спряточная подёрганная мышца, одной из самых частых непроизводных движений, и группа двигательных нарушений, разнообразных по идеологии патогенезии. Насчитывается более 130 нейрологических заболеваний, в клинической картине которых может наблюдаться миоклонность, а также физиологическое состояние, не требующее коррекции. По месту возникновения миоклонических инкурсов уделяют четыре типа миоклоний – это порковые, это стволовые, субфартикальная вертикулярная, спинальные и периферические. Позвольте для живых памяти классификации. Этиологическая классификация подразделяет миоклонус на четыре группы – это физиологический, эссенциальный, эпилептический и симптоматический. Вторичный, о котором мы будем сейчас говорить, который наблюдается при дегенерации отбазальных ганглиев, спиноцереблярной дегенерации, болезни Альцгейна, грецкого диагноза, метаболических, токсических, посттравматических энцефалопитиях, вирусных энцефалитах, консультов, опухолях мозга и так далее и так далее и так далее. Синтернетический вторичный миоклонус наблюдается в том числе и при гипертрофической оливарной дегенерации, которая является редким нейрологическим состоянием, а именно транссимметрической формой дегенерации, возникающей при поражении структур, входящей в анатомический треугольник Гиена-Маларет, включающего зубчатое ядро мозжечка, красное ядро и нижнее ядро алии. Здесь забрала схематический треугольник Гиена-Маларет и его проекция на фронтальную секцию МЛТ. Нижняя лива тесно связана с мозжечком, как вы знаете, принимает участие в поддержании равновесия, контроле и координации движения, а также сенсорной обработке и реализации когнитивных задач, возможно путем кодирования времени сенсорного ввода, независимо от внимания или осознания. А поражение нижней ливы ассоциируется со сниженной способностью выполнять узкоспециализированные моторные задачи. Гипертрофическая ливарная дегенерация была описана достаточно давно, еще в 1887 году, однако до сих пор распространенность этого состояния неизвестна. То есть это достаточно редкое заболевание. Вот здесь вы видите справа на гипертрофированную ливу, слева на нормальную ливу, на препарате. Гипертрофическая ливарная дегенерация характеризуется сочетанием разнообразных клинических симптомов, основным из которых является миоклония мягкого нёка, или белополотинный миоклонус, или другой синоним несталь мягкого нёка, миоритмина. Обычно ритмичное подёргивание 2-3 раза в секунду, сокращение мягкого нёка, нередкое сочетание нёка, почти неотличимое от премора гипертинеза на языке, нижней челюсти, гипертонии, диафории. А также характерными изменениями в стволе мозга, которые мы можем видеть при нейровизуализации. Идеология, как мы уже говорили, значительное количество патологических процессов может вызывать это состояние, начиная от ишемического инсульта и до нового образования. Чаще всего вызывает гипертрофическую дегенерацию, от пороки развития сосудов и инфаркта мозга. Диагностика базируется в основном на мебетно-резонансной томографии, это метод выбора, который показывает изменение сигнала с гипертрофией нижних олив, а также первичную потолок. Это типичное изменение на МРТ, при гипертрофической оливарной дегенерации в различных секциях это акциальные, фронтальные, сертификальные, срезы, белыми стрелочками указываются гипертрофированные оливы. Они могут быть симметричны, а симметричны только с одной стороны. Сейчас говорим о симметричной оливарной дегенерации. Хочу рассказать о том клиническом случае, который мы видели. Под нашим наблюдением находилась пациентка под 58 лет с симметричной гипертрофической оливарной дегенерацией, которая развилась в результате перемешанного ишемического инсульта, вследствие гипетической гипертрофической ангиопатии, с локализацией ишемического тела власти правого моста ножичкового угла. В нейрологическом статусе пациентка отмечала смеку вне мягкого неба, стартерное изменение голоса, нарушение координации движений, ножичковая походка, проблемы с фиксацией визора, которые развились постепенно в течение года после перемешанного инсульта. При нейрологическом исследовании в земле были выявлены метлония век, метлония мягкого неба, пендулярный, а именно маятникообразный, без быстрой фазы не стоит. Т.е. не пендулярный, пендулярный, в переводе с английского, пендулярный, майя. Не может что в обходке. К тенденции к падению в ту либо сторону не могли податься. Будьте добры, включите, пожалуйста, и делаем. Первое. 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 Какая система. История пациентки. Начальника. Какая планета. Ну ладно, у нас не получается посмотреть мягкую небо. Проблема с видео. На МРТ мы увидели на той стороне симметричное поражение олив. Это уже наше наблюдение. Здесь вы видите симметричную гипертрофию олив. На гиперинтенсивном Т2 режиме в различных проекциях. А также старой ишемической очаговости по правому страничку угла. Тоже самое с локсиальной проекцией. Дифференциальный диагноз мы проводили с опухолем мозга и миоконуса полиции. Учитывая возраст начала заболевания, 58 лет, отсутствие изменений на АЭГ, в том числе и фотостимуляциях, и других проекционных уровней. Отсутствие генерализованных приступов от наличия характерных изменений на МРТ, аналогически связанных с перенесанным инсультом. Симметричность процесса, ограниченность, идут только нижними оливами. Без явления этих дислокансий, даже типичная гипертрофическая картина позволили нам выставить диагноз симметричная гипертрофическая оливарная дегенерация. Для лечения миоконии и стабилизации движения дозных диагноз мы применили габапентин, так как у него имеется наибольшая доказательная база по применению именно при симметричной гипертрофической оливарной дегенерации. А в дозе 900 миллиграмм, разделенная на три приема, так как это в дополнение к симптоматической терапии мы добавили еще агнициркулин и альфа-любовик и стататок, это была гипетическая амбиопатия. И в результате проведенной терапии через месяц в пациентке было отмечено значительное уменьшение нестагма, миоконии и мягкого неба, по значительным улучшениям зрителям и голосовым функциям. В частности, у нас показалось, что и значительное уменьшение с рецептурой при просмотре телевизионных программ. К сожалению, существенного улучшения функции крипы нами не было отмечено. Условия освещения… Нет, нет, то первое. Пожалуйста, второе. Освещение гораздо хуже и ракурс не тот, но если внимательно присмотреться, то видно, что выраженность… Нарушений меньше. И… По-настоящему… Завершаю на выступление сказать, что по-настоящему существует возможность симптоматической и патогенетической терапии, симметричной и патогенетической революционной генерации с использованием капитулкина как препарат. Спасибо за внимание. Извините. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ